Китай все-таки подтвердил, что его представителей не будет на саммите, на мирном саммите, как его, как правило, называют, в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters с отсылкой на источники. Ну и, в общем, Пекин как будто бы отклонил приглашение, потому что, говорит, у нас есть своя точка зрения, у нас есть свой взгляд, мы хотим видеть Россию, без России мы не поедем. Деструктив, конструктив, или здесь мы говорим о том, что все четче и четче позиция Китая вырисовывается. Мы сразу вспоминаем информацию про потенциальную передачу ретального оружия, ну и вот как бы на конференцию они не едут. Кажется, что все ясно теперь. Люди спрашивают про здоровье, мне стало лучше, если я буду кашлять, то реже, во всяком случае, чем это было вчера. Что я хочу сказать, вы знаете, Алена, Витти Байден не летит на конференцию. Не летит. У него там свой предлог, это понятно, и Зеленский ему высказывал, что важно было присутствовать. Я думаю, что здесь больше играет роль оглядка на США. Ну, то есть, грубо говоря, а, ну если США нет, то Китаю вообще делать нечего. Ну, имеется в виду сам Байден. Видимо, так. Видимо, так. Уровень представителей должен быть такой, который устраивает Пекин. Устраивает Пекин. Там же уже был один раз такое, что на саммит в Дели в прошлом году, в саммит двадцатки, Байден не поехал, и из-за этого не поехал Си Цзиньпин. Я все-таки склонен думать, что если бы Байден не поехал, то точно, Си Цзиньпин не поехал бы точно, но Ван И или на крайний случай уж точно спецпредставитель Вихуэй точно бы прибыли. Является ли это ключевым фактором, почему было принято такое решение? Я думаю, наряду, конечно, с некоторыми другими, да. И в первую очередь, все-таки он, а во вторую уже, ну, понятно ваш контекст о том, что все-таки Китай занимает позицию промосковскую и, типа, не принять участие в саммите под предлогом, что вот Россия участвует, что что-то обсуждать, если Россия нет. Он имеет, конечно, какое-то под собой основание, но все-таки пока недостаточно. Да, информация из Британии звучала о том, что какие-то виды военной продукции, вооружений, что-то такое идут из Китая, тоже непонятно, идут они по договоренностям взаимным или там делают вид, какая-то серая схема или еще что-то, мы пока не знаем, да, есть ли такое, нет ли такого. Ну, как бы по большому счету Китай, если бы очень сильно хотел какой-то военный продукт спасать, он бы не через себя, через Северную Корею бы пропустил или где-нибудь еще. Ну, то есть, при желании там вариантов много, да. Ну, точнее, не свою продукцию, которая легко маркируется, легко определяется, там же и анализ делается, из какого металла изготовлен, где металл взят. Невозможно сказать, это не наше. Вот когда мне смешно, когда там Иран какой-нибудь заявляет, это не наше. Это вообще, что вы тут говорите или там, в Северную Корею, это бесполезно. Сейчас такие средства, экспертизу, что даже нечего обсуждать. Я не думаю, что пока Китай принял окончательное решение, вот так упасть за Москву, так сказать, да, значит, спрятаться в этой ситуации за Москву в том смысле, чтобы оправдывать, или там каким-то уже патерналистским выступать по отношению к ней, я не думаю. Это большие риски, совершенно ничем не оправданно. С учетом жестких решений, которые сейчас принимаются, ну, например, разрешения ударов по территории Российской Федерации в территорию Украины, а дальше какие решения будут приняты, значит, могут быть и другие такие же решения приняты. И кто сказал, что в контексте этого, такие же жесткие решения не могут быть приняты в отношении Пекина, потому что, ну, ладно, Байден, а если в ноябре Трамп убить? Он вообще уголовник теперь. А он сказал, что Пекин будут бомбить? Вот он Пекин точно будет бомбить, если что. Москву-то еще вряд ли, а вот Пекин... Он, на самом деле, люто антикитайский. Люто антикитайский. Какие-то там свои личные причины. А вот, может, бизнес ему поломали, может, еще что. Он вот все четыре года, 16 по 20-й, пытался, пытался выводить оттуда производство. Начинал кампанию по сегрегации китайских фондов с американского рынка фондового, да. Ну, и других каких-то действий там по технологическим ограничениям и так далее. Что даже Байден продолжил политику, ну, американская администрация в целом. Так что, честно говоря, я бы на месте вот так поставить себя кит... Зачем так рисковать? Зачем себя связывать с Москвой настолько, чтобы вдруг, вдруг, да, Москва что-то совершит, и Китай будет за нее тогда нести ответственность? Я много раз говорил. А если они действительно возьмут и шарахнут в тактические ядерные боеголовки? Как поручатся тогда? Они за то, что завтра Тайвань не... Ой, вы знаете, вот такое несчастье, такое несчастье, а у нас, оказывается, ядерная есть боеголовочка. Даже не одна, а сто, двести. Ну, как, откуда, что? Вы что делаете-то? Как, как, как? Совесть есть у вас? А такое ведь может произойти, если что. То есть, может ли Америка передать, закрыть глаза, они не сами будут произвести. Слушайте, как будет обстановка? Если Китай пойдет ва-банк, то этим нечего терять. Так что, я бы, вот, честно говоря, не думал, что Китай вот этим шагом, то, что не принимает участие в качестве наблюдателя, кстати, в швейцарском форуме мира, по формуле мира, саммите, что он этим определяется, как такой союзник Москвы, в полном смысле. Даже не военный, а в полном смысле, ну, выступает ее представитель. То, что они заявляют о том, что нужна конференция с участием в Москве, ну, это такой вполне себе миротворческий посыл, который вряд ли будет уловлен сейчас, услышан, потому что проблема-то ведь заключается не в участии в Москве. Как мы уже много раз обсуждали, проблема в том, а на каких принципах должны проходить такие конференции и что обсуждать. Ну, понятно, что обсуждает швейцарский саммит. Это международная безопасность, норма международного права. Все то, чем должно руководствоваться при решении вопросов войны и мира, любой саммит, любые переговоры мирные и так далее. Если что-то другое в качестве принципа заложено, тогда это уже вообще не имеет отношения к тому, что строилось в поствоенный период, десятилетиями, и то, что мы называем цивилизованным миром, значит, международным корпусом международных организаций, там, от ООН, ниже. Зачем это тогда все нагромождение? Зачем? Там Китай, как я много раз говорил, в годовщину опубликовал 12 принципов урегулирования войны, ну, они называют конфликты в Украине. Первый принцип – это соблюдение норм международного права, международных признанных границ, уважения суверенитетом. Ну, так Москва-то именно это-то и отрицает. Она не что-то там другое. Она отрицает вот этот первый пункт. Все, нет, нет. Право силы, геополитические реалии. На земле, как говорит теперь Путин. Сейчас они говорят, будем устанавливать мир по позициям, которые сложились на земле. Понимаете? Или еще что-нибудь. Что на земле у него сложилось? Куда у него сложилось? Ну, как бы вот об этом надо договориться. Я все-таки склонен думать, что моя версия о том, что из-за отсутствия Соединенных Штатов, они в позу встали и тоже решили игнорировать. Москва здесь нерешащих. Я, значит, все-таки поспорила, что было раньше, курица или яйцо, потому что непонятно, кто из-за кого не едет. Ясно, что за столом должны быть, как им кажется, равные. Это Соединенные Штаты Америки и сам Китай. Но кажется, что Байден все-таки или администрация его раньше заявила о том, что они туда не едут. И в продолжение, возможно, не напрямую как связь, да, почему же все-таки Байден едет. С одной стороны, эксперты говорят, очевидно, что там не будет никакого прорывного решения. Не достигнут ничего большого, а, соответственно, президент Соединенных Штатов Америки не может приехать просто с каким-то визитом вежливости. Он должен сюда подписывать и чем-то говорить важным. Если ничего не будет, то как бы до свидания. С другой стороны, Марк начали писать о том, что у нас сложились крайне сложные отношения между двумя администрациями. Администрация Джо Байдена и нашим офисом президента. И что вплоть до того, что Зеленский подозревает Байдена в желании завершить войну до американских выборов. Я бы так сказала, что в окружении Зеленского, судя по всему, и мы это видим не впервые, есть некие с***, которые бесконечно сливают какую-то мерзопакостную информацию. Я говорю, мерзопакостная, не подразумевая, правдивая она или лживая. Я этого не знаю, я не бываю в офисе. Но они выносят вот прям совсем чернуху, например, отношения Зеленского к Байдену. Дальше и Washington Post, и Financial Times пишут, что причиной сложных, натянутых отношений стало то, что очень долго голосовали пакет поддержки, то, что началось наступление на харьковском направлении, то, что бесконечно нам говорили о том, что не надо бить по НПС, в общем, множество. Хотя и у американцев, как пишет западная пресса, есть к нам претензии, это борьба с коррупцией, и, в общем-то, не только это. Как вы считаете, на что могут повлиять натяженность этих отношений, если, ну вот, действительно мы получили то, о чем так давно просили и мечтали, хоть и с ограничениями, но, например, разрешение использовать американское оружие по России. То есть это как бы маркер того, что нет, общаются, дипломатия продолжается, и все хорошо. Но и вот Washington Post, Financial Times тоже, наверное, не просто так об этом написали. Может ли такое быть, что Байден хочет завершения войны, насколько это реалистично, до выбора? Я вот что скажу. Ну, во-первых, уже такие периоды когда-то были, об охлаждении каких-то отношений, что типа там тоже были публикации в американских, я получаю компрессию о том, что, значит, Байден не нравилось, что Зеленский как-то с нажимом что-то требовал. Ну, такое вот все это было. Если это относится чисто к темпераменту, это вообще лучше в расчет не брать, там к этому снисходитель не относится, если мы говорим о Вашингтоне, что касается, ну, война, что, она требует оружия больше. Я думаю, здесь другое. Я думаю, здесь другое. Здесь больше это связано с тем, что действительно вот визит Сейлевана был, там потом после него Блинген приезжал. Я думаю того, чего мы не знаем, но понимаем, что происходит. Американская администрация, по-видимому, пытается убедить Киев согласиться на начало каких-то переговоров. Я думаю так. Причем это не давление, это просто попытка, ну, скажем так, действительно и в связи с выборами американскими, это важно, и с учетом ситуации на фронте, на фронте и обеспечению фронта, ну, на фронте имеется в виду активность в связи с наступлением российских войск на Харьковском направлении. Ну, сейчас оно завязывало, но тем не менее. Я думаю, что напряжение здесь. Ведь вопрос пойти на переговоры и на каких условиях, это ведь, знаете, вопрос ответственности Зеленского. Они же скинут все на землю, а что вы согласились, а вы согласились. Президент Зеленский, ну, как бы его не критиковали, и вы, и там другие каналы, понятно кого, и что, как бы его критики из оппозиции не лили, Зеленский никаких решений без одобрения общественного мнения в Украине принимать не будет. Просто зачем? Ну, там, типа, отдать территорию, разменять на это, даже если это, ну, вот, единственное возможное решение. Представим, что это единственное возможное решение. Без мнения народа Украины он ничего делать не будет. Вот просто ничего. Ничего не будет. Референдум ли это решит, или парламент с подтверждением, там, какой-то еще в форме заручиться поддержкой. Все должны подписать, а он последним поставит в своем прописи. Почему? Потому что это не вопрос его президентской полномочии, как верховного главнокомандующего. Это вопрос судьбы Украины. А что хочет, возможно, американская администрация? Чтобы он взял на себя ответственность. Потому что политика волевое, ты должен нацию-то вести за собой. Взять ответственность и сказать, да, я вот так и живу, так надо, чтобы спасти родину, чтобы не потерять больше территории, чтобы добиться будущего благополучного безопасности. Я думаю, что, скорее всего, напряжение отсюда идет. А Зеленский, как человек очень упертый, с этим никто не поспорит, он очень упертый, он не соглашается. Ищет способы. И, в частности, вот этот вот свейцарский саммит мира, изначально, как он планировался, а он больше масштаб придавался ему. Изначально идея-то была. Помните, совещания были вокруг этой формулы мира, ездили. Что все-таки там удастся как-то что-то продавить такое, что будет выглядеть как ультимат в Москве. Что завершайте вот на таких условиях. Я думаю, пытались вот в другую сторону крайнюю перевести. Плюс ведь вот, возможно, в связи с этим давлением, но это не давление, это попытка уговорить, я бы так сказал, Зеленского и Киев официально. А, возможно, были договорены с Москвой какие-то. Ну, такие. Вы, пожалуйста, не наступайте на Хайф. Не делайте это. Много людей погибли. Не надо с территории Белгородской области наступать на Хайфовскую область. Я думаю, что было такое. Я думаю, что такое было. Ну, и сдерживались какие-то вещи. Тут долго решался вопрос в Конгрессе США, в Палате представителей по выделению помощи. Тут, значит, долго не согласовывали возможность использования этих средств для обстрела территории России. И, тем не менее, Москва в мае закончился, предприняло это наступление все-таки на территорию Хайфовской области, с территории Белгородской, с Шибекина они пошли. Ну, и вот уже разрешение поступило об использовании оружия, средств, которые имеются у Украины, передаваемые западными партнерами для обстрела территории России. Ну, по целям. Там тут вот заявление было о контрбатарейных борьбе, значит, которым можно использовать средства и так далее. Так что я думаю, что если мы и допускаем, ну, какое-то внятное содержание в этих публикациях, то намек именно на это. То есть цена выше, понимаете, не просто мелкие там, ну, что ты там у нас требуешь, что ты нас упрекаешь. Не-не-не. Из-за этого точно не станут, ну, ты можешь, симпатия, антипатия, там это такое, знаете, кто-то кому-то больше нравится, кто-то кому-то меньше. Это вообще не считается. А вот если напряжение возникает от того, что ему как бы говорят, а он говорит, это невозможно, ты понимаешь, а нам это нужно, мы не можем с войной вступать в выборы, и вообще неизвестно, кто победит. А если говорить, нет, я без народа этого решать не буду вообще, ну, возьми ответственность, возьми инициативу, не, я не могу. Вот пусть народ это там у меня скажет, и я тогда пишу последовательно. Вот это может вызывать напряжение, с моей личной точки зрения. Я ничего не знаю, у меня нет инсайдов, но я с моей личной точки зрения, вопрос стоит именно в этом. Знаете, когда вы подчеркиваете о том, что вполне возможно могли быть какие-то договоренности с Российской Федерацией, я думаю, ну как, вот ты с ними ведешь переговоры, они ведь действительно есть, это там не скрывается, просто там на каком-то низшем, как обычно говорят, уровне. Ну, то есть ты, получается, что должен быть уверен, что тебя услышат. Россия, которая кинула каждый раз, каждый раз, глядя в глаза, она кинула всех, своих, чужих, западных партнеров, абсолютно всех. А мне так, это тактические, тактические договоренности, типа не начинайте в мае, вы народу переубиваете, тогда Зеленский скажет, что, слушайте, они убивают у меня каждый день детей, а вы мне предлагаете какие-то переговоры с ними. Они говорят, мы сейчас, мы сейчас, возможно, формат переговоров найдем, не надо никаких этих харьковских, не делайте этого, потому что мы с Владимиром Александровичем согласуем формат, и какие-то переговоры, какая-то форма их заявления, что-то начнется. Но Москва, да, она Москва, так сказать, по-своему ведется, конечно. Ну, знаете, тогда невозможно не согласиться с президентом Зеленским, которого мы действительно часто критикуем, когда он говорит о том, что если Байден не едет на мирный саммит, ну, условно, да, если Байден проявляет слабость своей позиции, то в Москве ему аплодирует Путин. И сейчас, даже в том числе, когда нам разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России, но, говорят, кроме дальнобойных ракет АТКАМС, это тоже всегда полумера. То есть, получается, что российская армия всегда воюет на полную, на пределе своих возможностей, Иран, Северная Корея, Велкам открывают свой военторг, Украина всегда воюет в полсилы, потому что у нас есть некие ограничения, несмотря на то, что мы с вами в прошлый раз говорили, коалиция стран, которая нам позволяет использовать оружие, достаточно большая. Что-то должно быть за спиной у Байдена, у Салливана, у Бернса, у кого угодно, кто решает располовинить это решение, потому что, снова-таки, мы напоминаем, что Трамп, республиканцы дэшут в спину. Их новая политика, они ястребы, они очень активные, они призывают снять все запреты, чем выигрывают. А выиграть в спиной такой позиции невозможно. Неужели это политтехнологами не просчитывается, или мы с вами не видим на три шага вперед? А мы всей картины не видим. Мы всей картины. Может, они его, Трампа-то засудили, а, так сказать, расчет на то, что он вообще как бы... Но, опять же, они могут ошибаться, соблуждаться на что-то. Я считаю, что Трамп примет участие в выборах, что за решением, вердиктом присяжных, там, обжалование будет, отсрочки, там, это он дотянет до ноября, я уверен, даже напряжение определенное добавит такого саспенса во всю эту ситуацию с выборами. А они могут считать, что они какую-то схему нашли, при которой, вообще, может, Трамп и не будет на выборах. Или он там из Тюряги, из Цугундера будет участвовать. Это такое. Отдельное. Это такой маленький элемент. Но, смотрите как, они же не вчера эту позицию, скажем так, диверсифицировали. Я имею в виду администрация Байдена. С прошлого года началось. Вот. Твердо уже, со второй половины твердо. Они начали прямо вот сплавляться, смягчать ее и так далее. А республиканцы вели себя невнятно. Ну, во всяком случае, та мейнстримная часть, которая, как бы, ориентирована на Трампа. А вот те, о которых вы сказали, достаточно последовательные, которые понимали, что нужно и этот козырь вырвать у Байдена, он показать, что он вообще слабак. Вы же видите, он вообще старик в деменции. Он вообще еле ноги двигает. Не может даже, даже в этих вопросах, уже за которые взялся вроде бы, защитить Украину, и то ведет себя как слабак. Это чисто предвыборная риторика. Потому что, будь республиканцем, у вас еще неизвестно, как они у себя вели. Это тоже такой, знаете, вопрос. Тем более, если это Трамп. Но, да, они от этого очки будут терять. И очень наивно думать, что если они войдут там с переговорами на условиях Москвы, предвыборной такой фазовой, уже к ноябрю, что это им добавят очки, а не убавят. Это такой, знаете, умозрительный вопрос, честно говоря, как посмотреть. Я-то как раз склонен думать, что куда скорее демократы проиграют за свою нерешительность. И часто уже такое бывало. Часто такое бывало. В американской истории эта нерешительность играла с ними злую шутку. И с Картером, кстати сказать, с некоторыми другими. То есть, я бы, честно говоря, видел в этой тактике скорее, ну, такое, знаете, дань голосам какой-то части демократического электората. Вот ведь с Израилем же они идут на уступки с этим Рафахом и всем остальным. И они-то думают, что они как бы эти левые голоса получают. А на самом деле они от евреев голоса теряют, например. Но не только их, и сочувствующих правых христиан. Ну, те, ладно, за республикан согласуют, правых христиан в расчет не берем. Они никогда, они лучше умрут, чем за демократов проголосуют. Это другой вопрос. Но есть какая-то часть, которую они тоже теряют. Кто-то скажет, ну, все равно баланс такой, плюс-минус. Они все посчитали там, очкарики все посчитали, все нормально. Но это так переменчиво. Трампа вообще, так сказать, против Клинтона считали, что он не победит ни разу. И что? Но тут ведь тоже может быть вот такое, что, знаете, слишком много факторов против складывается. Опять же, не факт, что он проиграет. Я не говорю о этом. Но если он будет демонстрировать слабость, нерешительность, ну, такую политическую, я имею в виду, на фоне своей, в принципе, слабости, да? Которая, ну, свойственна возраста. Если он бодрый такой был, 45 лет, такой, значит, подкачанный, такой веселый, все время с белыми зубами улыбается, женщин целует. Ну, может быть, такую слабость простил. А вот когда ты и так-то практически на худунках ходишь, еще и, так сказать, тут не можешь твердо ни бэ, ни мэ. Ну, тут это очень опасная штука. Как раз Украина-то и является способом, где можно свою эту мускулиность проявить. Ну, имеется в виду не буквальную, а политическую. Странно, что вот эта внушенная самим себе идея о том, что вокруг должен быть сплошной мир, не надо в Рафах заходить, пусть мир будет, не надо, значит, российскую территорию обстрелять, а лучше за стол переговоры садиться. И мы скажем, ну, вот же, вот же, вот возможно же везде договариваться. Мир сложнее устранен, дичее, понимаете? Далеко не все можно решить переговорами. Поверьте, там, иногда, как говорил известный товарищ в истории, что магнум гораздо убедительнее к доброму слову. Так что, нет, я не думаю. Про мускулиность по-своему сказал президент Зеленский в плане Трампа. Он сказал, что я не совсем понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером. Давайте представим себе, что президент Трамп, и он решил закончить войну за счет Украины. И есть подтверждение с российской стороны от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, ну, все, я вам не даю никакой поддержки, оружия нет, финансов нет. По сути, очень похоже с тем, что Трамп на что намекал. Это сейчас там на последней встрече он неожиданно сказал про бомбить Москву и бомбить Пекин, то, что вы вспоминаете. А в целом мы все еще, Маркович, сильно опасаемся подвода Трампа. Здесь нужно не забывать, что Трамп еще и имеет личную кровную обиду и на президента Зеленского, что не очень справедливо, и на Украину в целом. Их завидели вы или нет сейчас там расходятся фрагментами интервью сына Дональда Трампа, так и Рукараса, ну, значит, спелись, как всегда. И там этот сын прополется по Зеленскому, значит, и о том, что как все у нас плохо и сколько можно воевать, и дальше по тексту. Мне показалось, что сын говорит то, что хочет сказать папаша, но папа сейчас не может. Действительно ли можно сказать, что если ты занимаешь более слабую позицию даже с миром, даже учитывая вот то, что мы с вами много раз обсуждали, что нам обязательно скажут, да что вы, что вы. Вы столько территорий сберегли, Киев не пал, конечно же, вы победили. Неужели это действительно будет лузерством Запада, если они не дожмут или не отмотают все назад? Согласны ли вы со словами президента Зеленского? Ну да, в целом-то, конечно, да. Совершенно очевидно, что если бы война завершилась быстрее в том или ином виде, либо, условно говоря, Киев пал, но никто не успел, и все. И что теперь делать? Ну, партизанская война. Это один вариант. А второе, это Москва захлебнулась бы и в тот момент, ну, это не произошло бы за три дня, конечно, но в тот момент было бы дано все и навалились там, ну, хотя бы после сентября 22-го года с успехом Харьковской операции, там сколько, 11 тысяч квадратных километров было освобождено, потом Херсон и так далее, до конца года, если бы навалились, то нет, это не значит, что изгнаны были войска Российской Федерации с территорией Украины. Но начались мирные переговоры с позицией силы. Для этого надо было, конечно, там как-то и с Крымом и так далее, нужно было предпринять более существенные действия и так далее. А причем одновременно, может быть, надо было согласиться с Тираспольской операцией из Одесской области, да, штурмовать колбас на эти склады. Ну, там Майя Санду против, насколько я понимаю, как я это все представляю. Но она сказала в недавнем интервью, что ей такое предложение не поступало. Она никогда не скажет, как на самом деле. Это не принято даже такое говорить. Это не принято такое говорить. Нет, это обсуждалось без протокола, как бы. Наверняка между... Зеленский мог такое предложить. Мог. Потому что это совершенно очевидно. Во-первых, склады. Во-вторых, ну, подбрюшье такое в Одесской области. В-третьих, вообще другая геополитическая ситуация. Вообще другая. Просто разнесли базу, которая в тылу Украины, Москвы. Ну, как? Ну, не знаю. Ну, во всяком случае, ладно, даже было и не было, но это логично. Вот нужен был набор этих действий, тогда бы действительно. Вот при условии... Быстрого окончания войны, ту или в другую сторону, то да. Это можно было записать себе в актив. А сейчас так нет. Потому что... Ну, погоди, за спиной уже там полмиллиона или более жертв. Ну, если с другой стороны, российской... Ну, наверное, больше уже сейчас. Если основываться на цифрах, в том числе, генштаба ВСУ, то, наверное, больше. Военнослужащих российских больше появилось. Население украинское появилось. Украинских военнослужащих. Ну, как бы, это что за цена вопроса? Чтобы что? Сейчас ведь ситуация такая, что невозможно удовлетворить Москву тем, что отдать часть Украины. Она не удовлетворится этим уже. Вот в чем, как бы, проблема. Она, увидев эту позицию силы для себя в 24-м году, она уже от нее не отступится, Москва. Если на ее условия не поймут, она будет войну продолжать. Ну, даже если Украина будет героически сопротивляться с помощью западных союзников, там, с учетом поставок вооружений, денег, там, всего остального. Но это что, бесконечная война будет? Никто не сможет записать это себе в актив. Никто. Это, ну, такое военное равновесие, которое периодически конвертируется в такое политико-военное. Потому что политически тоже равновесие. А что? Ни одна инициатива не получает продолжение. Ни одна мирный саммит не несет с собой никаких последствий. Вот в Джиди они собирались 5 августа прошлого 2023 года. Ну, правда, после этого были события 7 октября на Ближнем Востоке. Там им глобальному югу есть чем заниматься, там свои проблемы. Помимо прочего, ну, как бы, они не все ими занимаются. Но все равно пришло движение Ближнего Востока в связи с событиями 7 октября, нападениями на Южный Израиль. Ну, и что? И какие последствия вот этого саммита? Сухой остаток есть какой-то? И швейцарского тоже уже ожидается, что ничего не будет. Ну, хорошо, давайте еще 10 саммит пусть они проведут. И что? То есть, получается, что везде сплошной холостой ход. Тоже политический эквилибриум, понимаете? Нет такой силы, которая может заставить одну или другую, в конце концов, сторону пойти на уступки и компромисс. Ну, или капитуляцию, если хотите. Москва не может заставить Киев капитулировать. Ну, Киев готов сопротивляться. Но и Киев не может вместе с союзниками заставить Москву пойти на каких-то условиях на уступки и переговоры. Ну, какой-то компромисс. Но исторически такой не может продолжаться долго. Вот в чем все дело. Нужно, чтобы баланс изменился. Либо политически, либо военно. Условно говоря, если ты политически имеешь огромное влияние, но проигрываешь на поле боя, то рано или поздно политическое влияние, оно уравняется с военным. И наоборот. Поэтому на самом деле американские выборы кинут гирьку туда или туда. Если это придет Трамп, а я еще раз повторяю, сам Трамп, не говоря уже о его альтер-эго, это его сын, который в Твиттере такие вещи выдавал. Видимо, он так и рот. Картсон повторил это все. Я так представляю для себя. То там равновесным может быть только элемент вот этой рейгановской части республиканцев, которая в его штабе принимает участие и наверняка заполнит этажи его администрации. Госдеп, видимо, будет отдан. Минобороны однозначно будет отдана какому-то гражданскому лицу. Не говоря уже о корпусе силовых органов, которые, ну, скажем так, он если бы даже и хотел Трамп что-то там повлиять так решающим образом на именно силовую верхушку, он не может. То самое глубинное государство, это корпус служб армии и других ведомств, которые имеют отношение к обеспечению доктринальной национальной безопасности США, но они не позволят вот просто взять и слить унитаз национальный интерес. И Трамп это понимает. Трамп это понимает. Вот сказать, что он вообще не понимает, это неправда. Он, когда надо, может подкручивать, может откручивать при всей своей эксцентричности, при всей своей борьбе с элитами вашингтонскими, против которых он в очередной раз уже идет с этим сиквелом, значит, президентства Трампа. Поэтому я думаю, что будет какой-то баланс в этих вопросах. С одной стороны, сын Трампа, а с другой это будет некий Хейли, который, кстати, поддержал Трампа. Ну а что она? Просто дела встал со стула и поддержал Трампа. А зачем? А зачем? Значит, какие-то договоренности состоялись, какие-то обязательства взяты на себя, какие-то решения приняты. Вот в чем дело. Поэтому я все-таки пока настолько Трампа не опасаюсь. При том, что он человек эксцентричный, он, как я уже говорил, делает одно, говорит другое, думает третье. Роковой человек. А вот интересно, он за Дэми Штарром, вот этой актрисы, с которой 50 штук, он был в таком концентрированном единстве? Или он просто деньги дал и ничего? Как говорится, не знаю, не знаю. Как-то на нее не похоже. Как обычно, мы потом-то прочитаем в каких-нибудь книгах. Я бы сказала так, что у нас, Марк, несмотря на то, что половина цивилизованного мира или весь цивилизованный мир на нашей стороне, очень многие известные, мощные, классные люди нам помогают. Все-таки у нас плохие пиарщики, хуже, чем в России. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Только перед этим я напомню нашим зрителям. Друзья, сейчас самое время, если вы этого еще не сделали, оставить нам лайк, чтобы к нам присоединилось как можно больше. Зрители обязательно подписаться на YouTube-канал FeinLife и YouTube-канал Курбанова Live и оставаться, в принципе, с нами. Значит, на днях был такой скандал, он связан с британским изданием Telegraph, где появился материал-заголовка «Украина знает, что это конец». Ну и там у этого материала есть свой автор. Конечно, этому автору пришли, напихали за шиворот. Заголовок дважды менялся, его там переписывали, и все пришло, значит, к тому, что Украина знает, что настанет конец без западной поддержки. О, Господи, как очевидно, как же вы пришли к этому выводу. Но, с другой стороны, абсолютно все сейчас пишут, что наступление на Харьковском направлении, оно захлебнулось и остановилось. Не достигнут был желаемый результат. То есть, по сути, непонятно. Подождите, мы были без западного оружия, без поддержки, но при этом нам говорят, что это конец. Ну и Институт изучения войны отдельно написал, что Россия в текущем 24-м году захватила 752 квадратных километра территории Украины, и что Кремль существенно переоценивает свои успехи. Если учесть территориальное достижение захватчиков до наступления на севере Харьковщины, то цифры были еще скромнее. Да, ну и сейчас там кусочек Волчанска у них есть. Так я вот не могу понять, если у нас есть очень конкретные цифры, которые показывают, что с оружием или без, но мы удерживаемся. Война полномасштабная продолжается более двух лет. То откуда же берутся такие пессимистические заголовки? Я уже молчу о том, что и благодаря заявлениям россиян, российского посла на Россию в Америке, значит, все сказали, что до конца года мы еще больше потеряем. Я не очень понимаю, каким образом. Ну, во-первых, понятно, почему оно захлебнулось, это харьковское наступление, потому что там всего 45-тысячная группировка из Белгородской области, там есть что противопоставить, плюс они так и не дошли. Ну, мне сложно судить, я туда не доехал, я бы там поинтересовался, конечно. Я так понимаю, что до основных фортификационных сооружений, вот до бронительной линии, где-то в районе Нового Салпыла, я так понимаю, где-то как-то, там, наверное, дело не дошло. Явно не хватает личного состава, возможно, техники. Ну, и плюс, когда уже это все началось, все-таки уже было принято решение о выделении американской помощи, и что-то, наверное, из немецких складов и так далее полетело быстрее. Я не знаю, чего. Я вообще к секрету не имею никакого отношения. Но думаю, что все-таки она помощь как-то подоспела, она помогла. Ну, там, это вопрос сроков. Все равно бы, там, не знаю, в июне бы остановилось все, в мае остановилось. Но это бы сработало. Это сработало, потому что, если там личный состав вытрачивается, а сам Зеленский сказал, один к восьмому. Он назвал цифру один к восьмому. Наступающих восемь. Один со стороны обороны украинских войск гибнет военнослужащий. То, ну, понимаете, я думаю, что все равно бы их остановили. Все равно бы остановили. Сейчас нам идет вопрос, как эти минировать, там, и так далее. Мин, там, как скид. Ну, я думаю, там, значительная часть территории уже минирована. А вот там так просто-то легко не зайдешь подступом к Харькову. Что касается работы ИПСО или, скажем так, полезных дураков, ну, или просто активных идиотов. Особенно в западной прессе, не только европейской, британской, американской. Вы знаете, тут главный фактор, почему Москва эффектирует? У нее очень много денег. То есть вот на это она денег не жалеет. Украина тоже могла бы выделить какие-то деньги и пиарщиков купить. Но вопрос же не в этом. Ну, Москва, она, ну, как бы имеет вот это преступное умысел. Станин, ну, это сетка. Сетка по всему миру. Ну, просто бабки. Ты, если все время платишь, 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 платишь всем и не жалеешь денег, да? Ну, если ты их не жалеешь, то ты все равно, даже если иногда кажется поначалу, куда мы столько денег, на что мы тратим, зачем мы даем? Это частая история, что вот все разворовано, потому что вот этому отдают, туда, может, они с откатами и так далее. Но в какой-то момент это начинает работать. В нужный тебе момент эти потраченные деньги, они возвращаются тебе вот в критической ситуации разного рода отношениями, которые обеспечивают информационную войну. Многие говорят, ну, что там, опубликовали одну статью в какой-нибудь там, даже пусть мировой издании, там, которые все прочитали, процитировали. А вот вы знаете, на основании этих передовиц, ведь часто европейские политики меняют свои позиции, принимают другие решения и так далее. На опережение, чтобы общественному мнению не дать этот аванс, когда оно читает эту мировую прессу, там, обсуждение идет, расширение. Ну, если так, огрубляя, применить это на, там, вот у нас мощно прошедший эфир у меня на канале между Латыниной и Портниковым, понимаете? Ну, то есть, если представить, что это было бы и ПСО, кинутое, да, не сама по себе интерес, там, к дискуссии и так далее, если бы это было, то разматывание этой дискуссии в каких-то целях, да, сказать, что вот, смотрите, вот, там, о хороших русских, там, или еще что-нибудь, то есть это бы давало бы какой-то результат, из-за которого какие-то решения принимались. Ну, я могу дофантазировать, какие, но если бы это кому-то было нужно. Ну, просто в нашем случае это не так. А вот Москва с такие вещи цепляется. И у нее на разных этажах вот этих значимых объектов принятия решений есть какие-то отношения. Не обязательно прям свои люди, агенты, но это и есть отношения. Газета написала, соответственно, в каком-нибудь бундестаге или в парламенте британском, или где-то кто-то из аппарата помощников, аппарата самих парламентов, куда-то что-то занес, включил в мониторинг, ты уж включи в мониторинг. Мониторинг прочитали депутаты, это процитировали другие издания там по цепочке. И вдруг уже сложилось мнение, так а что, Украина все проиграет. Вот написал, что там, Дели Телеграф или кто там? За Телеграф. За Телеграф, да. Все, ну Телеграф же написал. А у них инсайды, да-да-да, проиграют, проиграют, проиграют. И вот уже пошло. Поэтому на самом деле тут нельзя недооценивать и роли Москвы, и не отдавать им должное. Они это умеют. Ну, это в основном спецслужба этим, конечно, занималась. Нет других ресурсов, кому доверят. Но, тем не менее, это у них, это и в советские годы было. Это в советские годы работало без отказа. Советские. Когда какая же там свободная пресса, какая информация. Чего? Чего про Советский Союз рассказывали? Что без портошных вот этих колбасу не видевших. Ну, и тем не менее, по отдельным темам там работала просто молотилка была, будь здоров. По теме там мир, борьбы за мир, там угнетение, расизм, права человека. А вот да, в Советском Союзе провели. А вот у них вот Леонардо Пилтиера, вот этого застрелившего двоих. Что же его мучают, вот лидеры индейцев. Понимаете? Ну, а сейчас-то куда больше возможности. Гораздо больше возможности. Что же теперь говорить? У меня есть для вас жирнючая новость под завершением. Да, ну, мы журналисты подметили, что в России же там пятница, это день объявления инагентов, но лачка прикрутилась. Уже давно никого не объявляют. И как-то это обидно стало, неужели всех нашли? Тем не менее, Минюст объявил инагентам движение жен мобилизованных «Путь домой», активистки которого отбиваются возвращения мобилизованных с фронта и, конечно, за завершение войны. Минюст заявил, что организация распространяла недостоверные сведения, нацеленные на формирование негативного образа России и ее вооруженных сил, а также материалы инагентов. Короче, в ваших рядах, в вашей компании, в вашей команде прибыло. Но только мне кажется, что все-таки вот эти самки, на ней не совсем из вашего теста. Это же история не то, что мы там против Путина, остановите кровопролитную войну. Нет, они-то все другое. Значит, эти телки оказываются инагентами, пока их еще живые мужья на фронте. Что это такое? Значит, первое, что такое инагенты? Да, там 99,9 в периоде, это порядочные люди, которые, скажем так, заслуженные. Это власть, карательная, репрессионная власть, тоталитарная, определила его враги народа. Представили, нет, было враги народа, сейчас это инагенты. Вот, поэтому не случайно все приличные люди там, за вычетом некоторых персонажей, которые, значит, ну ладно, в этом эфире не будет. А, значит, но есть и какой-то малюсенький процент, что непонятно как заявить. Например, журналист Караула. Знаете Караула? Он тоже инагент. Ну, что, Караулов такой был. Венедиктов тоже, вот, тоже, кстати, инагент. Ну, вот теперь будут, кто они там, жены мобилизованные, да? Дело в том, что власть, она, что вы поймите, она плеткой хлещет вот так, на отмышку. Куда подходят? В инагенты, давай их туда, в инагенты. Они действительно, эти жены мобилизованные, начинали с того, что проведите ротацию. Вот наши сентября 24-го года сидят в окопах. Вот самое время, значит, наших вернуть, а других, пожалуйста, берите. Объявляйте всеобщим мобилизованием. Такой-то есть был. Потом они немножко пытались радиолокализоваться. Там были отдельные, которые пытались, значит, повесточку-то подвзвинтить. Вот. Их разогнали. Их разогнали. Я помню, вот, когда эксперты говорят, я вот, Феррин Грилл, ничего не будет. А мы, ты ничего не понимаешь. Это такое масштабное движение. Ну, причем я приводил аргументы, что всего 320 тысяч мобилизованных, о чем сама власть говорит. Ну, и подтверждается. Откуда оно такое масштабное? Ну, 320 тысяч человек, из которых там какая-то значимая часть погибает, там раненые, там есть довольные, деньги платят нормально. Какая-то горстка там может как-то родить за своих близких. А так-то, в общем и целом, то все более-менее, понимаете? Более-менее. И, опять же, эти пикеты, когда выходят там десятки, ну пусть десятки этих жен, чтобы они на что-то повлияли, ну никак. Но информационную какую-то компанию за этим мы увидели. То есть, она была. Их наказали именно за это информационное озвучку. За то, что вот где-то это всплеснуло. Их же уже давно не видно, а где они, эти матери? Ой, извините, жены. Ну, их нету. Это все происходило в период, по-моему, это все закончилось зимой еще. В период предвыборной кампании мы по шапке настучали, они разбежались. Ну, это понятно. Оперативники ходят. Мы твоего мужа вообще оставим сейчас, закопаем живого. Там, похоже, педа и все. Ой, не надо. Ну, или, ну-ка, каждому свой ключик. Это вам другой врус. Каждому свой ключик. Поэтому, соответственно, сейчас уже наказывают по хвостам. Ну, чтобы, во-первых, неповадно было. Ну, чтобы иметь крючок, потому что от иноагента до уголовного дела по 207.3. Ну, один шаг, да? Но, тем не менее, я еще раз повторяю, что плетка их лечит на отмышь в разные стороны. Здесь нет такого, что этим заслужено, этим не заслужено. Ну, это же такая вещь. А кто же мысли на агент? Нет, конечно. Ну, просто им же надо враг народа. А во враге зачисляли, и знаете, я вам скажу, самых преданных, верных сталинистов. Так что здесь, я бы сказал, понятно, не тот масштаб, не то историческое сравнение. Но то, что их наказывают, то, что их щелкают, это чтобы другим неповадно было. Потому что мало ли какие-то такие же появятся. Вот о чем мы говорим. Ну, мы дадим такое, знаете, пространство во времени, чтобы понять, как к этому отнесутся супруги. Ну, по этой стране Российской Федерации. Потому что это странно, когда по шапке твоей жене дают, которая находится в тылу. Я очень надеюсь, что они будут негодовать и обязательно об этом узнают. Потому что выходит, что непонятно, какую родину в украинском окопе они защищают, когда их супруги становятся инагентами в своей же стране. Надо напомнить, что это же не просто статус, а там есть еще и куча всяческих ограничений. Но за этим нужно наблюдать исключительно уже в динамике. Субтитры создавал DimaTorzok